Ну и как мы уже анонсировали, намекали, прогнозировали, мы поговорим сейчас о путешествиях, об отдыхе, о том, что летом ждут все и так надеяться на то, что это лето будет совсем другим, нежели прошлое годнее лето. Константин Пальгув, глава Тест-Тур Латвии, с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро, Константин. Доброе утро, доброе утро. Здравствуйте. Что происходит сейчас вот среди туроператоров, какие направления возможны, открыты, что ждать нам в ближайшие месяцы? Нас интересуют на самом деле все подробности. Кого пускаете на борт? Справки, QR-коды, прививки, самые популярные направления. И в конце концов, правда ли, что трехчасовые очереди в Рижском аэропорту стоят? Да, с этого хотелось начать. Во-первых, настроение в индустрии совершенно другое. Оно просто, я бы сказал, просто забытое настроение. Очень позитивное. Слава Богу, все восстановилось практически в полном объеме. Действительно, как вы заметили, очереди в Рижском аэропорту перед первыми выходными днями были просто сумасшедшие. Думаю, что аэропорт забыл, и туристы забыли. Те, кто были в аэропорту, может быть, неделю назад, и приехали перед праздниками, совершенно не узнали аэропорт. Это длиннющая очередь на регистрацию, это локоть, локоть, практически нужно было стоять. А как же два метра? Достаточно. А вакцинированные? Здесь про это не говорим, говорим про позитив. Мы говорим про вакцинированные. Все нормально, как все происходит. Люди следят за тем, чтобы все было хорошо. Конечно, есть ограничения. В первую очередь, это касается тех, кто путешествует сейчас. Главная их возможность заключается в том, что они получили прививку, закончили курс, вернее, прививок, имеют подтверждение. QR-код, который выдается сейчас как сертификат в электронном виде, конечно, очень подоспел к нашим праздникам, и огромное количество людей на праздники вылетело. Вы наверняка можете это видеть по пустым дорогам. Константин, хотелось бы уточнить. Вы имеете в виду полный цикл прививок, и вот эти необходимые еще две недели после нее, или буквально на следующий день? Обязательно. Причем прививки. У каждой прививки есть свой цикл. Необходимо у семейного врача узнать, какой период необходимо соблюдать после прививки. Это различные периоды, во-первых. Во-вторых, у некоторых циклов прививки, как вы знаете, есть двухфазные, у кого-то однофазные. Но не только те, которые имеют прививки. И есть и те люди, которые переболели, имеют факт подтверждения, что они переболели. Заверенное врачом этот контингент людей тоже имеет возможность сейчас путешествовать без ограничений. И тех, у кого есть антитела. Есть, конечно, четвертая категория людей, тех, у которых есть определенные послабления, связанные с выполнением служебных обязанностей или государственных. Но мы сейчас говорим про туризм. Так что остались только в Риге те, кто не переболел, те, кто не вакцинирован, и те, кто не имеет особых разрешений на путешествие. А, у них, подожди. И мы с Олегом, потому что мы преисполнили. Но вы все в майках там сидите. У вас тоже в студии, видимо, очень жарко, как и на улице. На улице действительно очень жарко. Но я смотрю, что это, наоборот, может быть, сыграло свою роль. Все бегут от жары куда-нибудь в какие-то места другие, где не так жарко. А скажите, Константин, все-таки для тех, кто не получил вот этот QR-код, но хотел бы отправиться, ну, сдав тесты, например, что он не болен, вот эта возможность остается? Конечно, да. Упустили, на самом деле, вы правы совершенно, что те, кто хочет путешествовать, но не имеет возможности закончить фазу прививок или по другим каким-то причинам не имеет возможности их сделать, для них существует единственное окно. Это для того, чтобы путешествовать за границу, сдать отрицательный тест на коронавирус. Причем есть определенные требования. Тест должен быть сделан, как правило, не позднее 72 часов до вылета. И он должен быть негативным. Причем, если отправляется семья, то все должны иметь тест, за исключением детей. Но каждая страна принимает правила, выставляет несколько для детей различные. Некоторые принимают с 11 лет, некоторые с 6 без теста. Поэтому это нужно уточнять перед вылетом в страну обязательно, потому что можно прийти в аэропорт, даже имея документы, как бы все подготовленные, но можно не улететь. Люди, на самом деле, действительно очень отвыкли, наверное, летать. И вот мы знаем, что к нам поступают на дежурный телефон в 6 утра даже замки. И люди приезжают в аэропорт без необходимых документов, пытаются что-то сделать непосредственно в аэропорту, но это невозможно. Есть какие-то обычные бытовые проблемы, такие как нет доверенности на ребенка или срок действия паспорта заканчивается, хотя он должен быть достаточно длинным. Есть неправильно оформленные документы, как PCR-тест, сделанный не 72 часа, например, за 90 часов, и человека просто не пустят самолет. Поэтому есть очень много требований. Мой совет сейчас отправлять за границу, конечно, отбращаться в туристическое агентство, потому что вы никогда не сложите сами, самостоятельно, но только на свой страх и риск. Все правила, которые необходимы, во-первых, для вылета из Латвии, въезда в ту страну, куда вы собираетесь, и обратно возвращаясь сюда, в Латвию. Пользуясь случаем, хочу сказать, что возвращаясь в Латвию, обязательно нужно заполнять электронный COVID-PASS и информировать о том, какие у вас есть прививки, или у вас есть тест, или вы следуете по государственным делам, для того, чтобы при въезде в страну у вас не возникло никаких проблем. Ну, то есть можно сказать, что нет хода без добра. То есть для туристических агентств сейчас, в принципе, несмотря на всю сложную ситуацию, повысилась их роль, потому что туризм на свой страх и риск – это просто игра в русскую рулетку, получается. Это то, о чем мы пытаемся говорить. Конечно, есть очень много возможностей путешествовать самостоятельно. Люди вполне могут забронировать билет на самолет, гостиницу. В этом нет никакой проблемы, тем более у молодого поколения, у среднего поколения никаких проблем нет. Проблема лишь в том, что наличие информации, нет такого общего банка информации, чтобы вы сегодня, на сегодня посмотрели и получили полную информацию по всем критериям, которые касаются страны, куда вы прилетаете, страны, куда вы возвращаетесь, какие вам необходимы документы на данный момент, чтобы перепроверить все ваши документы, готовы они или нет. Поэтому нужно идти к профессионалам, нужно обращаться в Латвийскую ассоциацию туристических агентств и операторов. Не стесняться, эта ассоциация сделана для того, чтобы помогать в том числе и потребителям. И потребители могли знать, какие профессионалы работают, какие на рынке остались, кто не ушел, кто смог выдержать и кто готов работать в данный момент. Но общее настроение очень позитивное. Мы, конечно, последние все интервью, которые были у вас в студии, они все были такие больше негативные, на самом деле. Ну, конечно. Сейчас совершенно другое настроение, и мы очень рады, что хорошая погода и в Латвию вернулась, и возможности вернулись. Здорово. Скажите, самые востребованные направления сейчас? Ну, понятно, где теплое море. Да куда пускают, в общем. А куда пускают при этом? Ну, это там наверняка Греция, Италия. Улететь можно? Да-да. Немножко я хочу, да, сори. Пускают практически во все страны, проблем никаких нет. Проблемы еще раз есть с ограничениями, связанные с той или другой страной, какие они выдвигают требования. И какие требования, кстати говоря, выдвигает Латвия для путешествий в ту или другую страну. Например, страны Европейского Союза, конечно, в большинстве своем имеют унифицированные правила. Все одинаково, и можно практически, вот как в старые времена, ну, два года назад, купить билет сегодня, завтра улететь. Ну, опять же, если у вас есть документы, связанные с прививками или с негативным PCR-тестом. Немножко сложная ситуация, ну, не сложная, другая ситуация с Турцией. Турция не входит в Европейский Союз, но остается лидером, безусловным лидером по предпочтению, по спросу и по количеству рейсов, которые выполняются из Риги. Сейчас, наверное, которые есть из Риги, на другие направления, намного меньше, чем программы, любимые всеми Анталией. Хотя Анталия остается той страной, вернее, Анталия остается тем направлением, Турция остается тем направлением, когда по возвращению необходимо делать тест, сюда возвращаясь обязательно делать тест. При въезде в Турцию все-таки я рекомендую делать тоже тест, потому что Турция очень часто меняет правила, то нужно при въезде тест, то не нужно. Все-таки заранее нужно сделать, и пускай у вас лежит в кармане этот тест, ну, не в кармане, за 72 часа. И по возвращению из третьих стран необходимо соблюдать 10-дневный карантин у тех, кого нет прививки на данный момент. Эти правила меняются, и они могут быть уточнены практически ежедневно, но, тем не менее, Турция при всей сложности такой остается самым главным направлением, и количество рейсов может доходить до 7 рейсов в неделю, если брать весь рынок. Это очень большой объем, это практически объем 2019 года, это правда, несмотря на все сложности, которые есть. Я думаю, что первое место за Турцией так и останется. Греция на втором месте, в этом году намного больше, хотя традиционно Греция всегда была на втором месте. Ну и дальше уже Болгария, Испания и так далее, Хорватия, все уже имеют своих туристов, но в значительно меньшей пропорции. Есть какие-то страны, которые требуют проведения теста, ну, какой-то свежий тест через несколько дней по прибытии, там, на второй, на третий? Да, есть нюансы связанные, если вдруг все-таки человек заболевает на курорте, и там есть определенные нюансы, которые тоже турист, наверное, перед вылетом, ну, как минимум должен знать, но лучше всего он это узнает, или обратившись самостоятельно в источник, в первоисточник Министерства здравоохранения той страны, куда он путешествует, он будет знать, что произойдет, если он заболеет в той или другой стране. Эту информацию всей владеет, как я сказал, туристический агент или туроператор, который отправляет туристов. И вот там могут быть нюансы. Если турист заболевает на курорте, он должен остаться до полного выздоровления в той стране, где он находится, и его примут на посадку в самолет только тогда, когда будет подтверждено медицинскими работниками, что он не заразен, и то, что у него есть необходимые документы, подтверждающие, что он не представляет собой медицинскую угрозу для других пассажиров. То есть ему нужно полностью выздороветь. И вот находясь в разных странах, есть разное обеспечение, медицинское обеспечение для туристов, которые заразились коронавирусом в стране пребывания. В европейской стране это один уровень. Естественно, в третьих странах, в Турции, в Египте, это совершенно другое. Надо понимать, что заразившись там, уровень медицинских услуг, во-первых, будет другой. Ну и правила пребывания в стране совершенно другие. Ну, например, египетская сторона, например, оплачивает проживание и лечение туриста полностью до его момента выздоровления, оплачивает эти расходы. В Турции немножко другая ситуация. Турция предоставляет две недели для того, чтобы турист поправился и дальше или вступает в страховой полис, покрывает эти расходы, или турист должен самостоятельно оплачивать все расходы, связанные с пребыванием в медицинском учреждении. То есть нюансов много в эфире, это тяжело рассказать, поэтому нужно в каждой отдельной ситуации иметь эту информацию, приходить и говорить с теми людьми, которые обладают всем багажом, все, что сегодня доступно у профессионалов туристического бизнеса. Напомню, мы беседуем с Константином Пальговым, руководителем Тест-тур Латвия. Да, ну и я понимаю, что самое последнее дело, наверное, делать какие-то прогнозы сейчас вот в нашей ситуации, но тем не менее, вот сохранится ли, вот как вы планируете такой вот бум интересную, то есть вот таска по всем путешествиям на протяжении лета, и вот уже строите ли вы планы на осень, как это все происходит? Самое главное, что нужно было дождаться того момента, когда действительно этот бум настанет, нужно было выдерживать, потихоньку начинать разгоняться, и количество рейсов, которые сейчас выставляют туроператоры на разные курорты, они достаточно большие, большие по объему, поэтому в этом отношении важно было дождаться того момента, когда границы будут открыты, когда туристы будут готовы, и когда будет просто возможность начинать работать самостоятельно, заниматься обычным своим любимым делом. В этом отношении, конечно, мы будем готовы добавлять, если это будет необходимо, авиакомпании соскучились, и пилоты соскучились по своей работе, поэтому возможности добавлять есть. Единственное, что нужно понимать, что не нужно ждать никаких специальных цен, которые есть перед вылетом, или какие-то супернизкие цены. В основном это складывается из двух составных, это первый авиаперевозчик, и второй это гостиница, куда вы едете. Гостиницы во многом, некоторые еще даже не открылись, поэтому они не занимаются тем, что продают свои номера на 70% дешевле. Проще не открыться, и они открываются сейчас, ближе уже к июлю. Это касается многих отелей Средиземноморья, во всех странах, кстати говоря. Поэтому в основном нужно будет биться за то, чтобы были количество номеров в этих гостиницах. Вся Европа сейчас получает ковид-паспорта, и Средиземноморье это их любимое направление, поэтому вот в ближайшие две-три недели будет оглушительный вал путешествий, который будет связан с европейским рынком. Я не знаю, как на других, среди азиатских, или американском рынке, но в Европе это будет настоящий бум. Это традиционно, и к сентябрю-октябрю, если вы заранее ничего не сделаете, то тут могут быть нюансы, придется остаться дома. Так что главный совет все-таки запланировать свой отбух заранее, посмотреть, платить, как правило, ничего вперед не нужно, нужно просто забронировать свое путешествие, понять, какие даты, и сделать необходимые или прививки, или тесты. А главное, чтобы ситуация оставалась еще настолько эффективной, заранее скрестили, скрестили, как это слово называется, скрестили пальцы, сжали кулаки, свели скулы, сидим, ждем. А лучше всего все-таки забронировать через интернет или придя в офис? Сработают ли офисы туристических компаний? Большие давно уже открылись, они такие локомотивы, они пытаются показать, в том числе, ну так, вербально показать, что отрасль жива, и, может быть, мы открылись уже практически два месяца назад, когда еще была тишина, для того, чтобы, ну, нам нужно было это сделать заранее, чтобы подготовить программы и так далее, это не делается за один день. Но маленькие компании, которые работают, их около 300 в Латвии, они потихоньку открываются, и мы видим по количеству бронирований, которые есть, очень много идут заявок именно от профессиональных агентств, которые работают, которые общаются с клиентом. Но значительная часть по сравнению с 2019 годом, я думаю, что процентов, ну, трудно, не хочется цифру называть, она не рекламная, но думаю, что процентов на, ну, наверное, на 60 больше стало бронирование, которое происходит в интернете у нас. То есть люди идут, бронируют, просто вечером сидят, ну, я вижу просто, как отгойник работает, люди сидят вечером дома и планируют свой отпуск после работы и покупают полностью все путешествия в интернете. Это просто подтверждает то, что невозможно было оставаться в классической модели и работать только с, ну, так, офлайновым бизнесом, что называется, с классическим бизнесом, с туристическими агентствами, но люди готовы сидеть в интернете, сами выбирают, сами спрашивают между, наверное, в семье, куда поехать, и делают бронирование и сразу же подтверждают, и сразу же некоторые оплачивают. То есть это подтверждает, наверное, только то, что есть совершенно различный сегмент, который будет меняться в 2021 году, и это только увеличится на следующие несколько сезонов. Ну, хотя, вот кажется, что просто в офисе, ну, если ты беседуешь с работником, он может что-то посоветовать, если, да, там какие-то... Совершенно верно, средний человек путешествий, он достаточно высокий, и если семья путешествует, как минимум, там, из двух, из трех человек, это больше тысячи евро, и люди хотят видеть, кому они отдают деньги, и хотят знать детальную информацию, которую в интернете невозможно получить. В интернете вы не все сможете получить за несколько часов, даже если вы не знаете источников, куда обращаться, в том числе для того, чтобы понять, какие правила есть в странах, куда вы собираетесь поехать. Приходя в агентство... Чат-боты, но... все равно... Чат-боты, но вы общались с каждым, наверное, в чат-боте, там они пишут, что даже добрый вечер, я не машина, задавая вопросы, дальше там все идет структурировано по тем ответам, которые ты задаешь, и там машинка отвечает. Поэтому это немножко не то. Я себе так и представляю эту ситуацию, вот Константин говорит, что много спонтанных таких покупок, после работы вечером приходишь, и ты такой, все, и с чат-ботом, я должен, должен куда-то полететь, я должен отдохнуть, чат-бот, нет, завтра пойду в офис куплю. Нет, ну вот как раз мы говорим о том, что в офисе действительно есть возможность какого-то человеческого общения, и просто у людей может возникнуть куча вопросов, на которые, может быть, сейчас будут не прописаны. А это очень хорошо, это должно возникать. Да, да. Да, да, подтвержу, что нужно идти в туристическое агентство, и не стесняйтесь заплатить агентство, но большие, мы-то справимся, на самом деле, потому что у нас немножко другая специфика. Маленькое агентство, оно работает для того, в городе для того, чтобы служить частного клиента, прийти, рассказать ему, рассказать о нюансах и быть проводником его на все две недели или там на следующее время, когда он собирается путешествовать. Не стесняйтесь обращаться, это так же, как доктор, не стесняйтесь заплатить агентству за его работу, потому что все думают, что если вы приходите в агентство, просто с ним поговорите, не заплатив хотя бы минимальную сумму 5 или 10 евро за консультацию, вы встаете и уходите, это не совсем корректно, это так же, как, может быть, не оставить чаевые в ресторане. Но я не хочу сравнивать здесь, но это такой же труд, и в основном это маленькие агентства, семейный бизнес, и они нуждаются после такой длительной остановки для того, чтобы вы приходили и получали работу, сделанную профессиональными людьми. Что касается туроператорского бизнеса, конечно, на рынке появляются новые игроки, игроки предлагают, к сожалению, в основном те же самые направления, поэтому у клиентов с одной стороны будет больше выбор, но с другой стороны нужно очень внимательно оценивать, чтобы не было так, когда на послекризисное время многие не выдерживали, уходили с рынка, но это тема другого разговора. Константин, у нас остается буквально минута, скажите, насколько актуальны страхования путешествий? Очень важно, да, очень правильно заметили, не вздумайте отправляться в путешествие без страховки, у каждого из работающего человека, кто имеет кредитную карточку, знают, что банки предлагают страховки, но необходимо проверить, что именно предлагают банки в данный момент и какой уровень страхования, в частности, от ковида, вложенный в эти страховые полисы. Мое мнение, не вздумайте просто, не вздумайте сесть в самолет без страховки, не вздумайте пересечь границу без страхового полиса, не убедившись, что туда входят очень многие позиции, связанные с отменой рейса, задержкой рейса, внезапным заболеванием, в том числе ковид, кто покрывает расходы, связанные с ковидом, кто покрывает расходы, связанные с возвращением вашего народа, вас на родину, кто покрывает расходы, связанные с нахождением вместе с вами членов вашей семьи, потому что вы останетесь за границей один, или останется с вами семья, кто будет платить за проживание семьи, если вдруг член семьи заболеет. Очень много вопросов. Эта информация, кстати говоря, тоже есть в каждом туристическом агентстве. Если не хотите, тогда нужно идти в страховую компанию, которых много в Латвии, но у всех совершенно разные покрытия. Думаю, что наверное в целях рекламы не могу назвать кто, но есть компании, которые предлагают полный спектр. Зайдите в любое турагентство, вам все расскажут. И там расскажут. Огромное спасибо Константину Пальгову, руководителю Теснур, Латвия. Главные выводы сферы туризма ожила. Настроение давно забытое. Почти все восстановилось. По ощущениям вернулись хотя бы в 19-й год. А хотя 19-й год, в общем-то, это и было все хорошо. Подробности через несколько часов на портале MixNews.lv. Ну и в общем-то, да, пора готовиться к путешествиям. Мы отправляемся в недолгое, буквально пешее путешествие, в паузу, после которой новый час, новые гости. Слушайте радио Болтком.